всем привет меня зовут сергей приветствую вас на канале 1серж23 перед вами очередной ходовой тент с которым проведен очередной ремонт в данном случае проведен ремонт по замене молнии вот этих вот витых молний которые я выстрел просто из старого тента на трактора то есть но сейчас ролик мне о замене молнии хотя в принципе это очень важный аспект потому что витые молнии на ходовых тентах не используются вообще если вы посмотрите американские тенты оригинальные вы не найдете на них ни одного ни одной витой молнии и это вполне справедливо потому что у нас ставят витые молнии чисто из-за того что это полная дешевка я святыми молнии не работаю принципиально то есть не с ними конечно с тракторами есть определенные аспекты работы то есть во первых их надо закрывать во вторых их надо закрывать липами по хорошему если вы делаете тент то есть для того чтобы локализовать протечки влаги через молнии у витых молний как я уже как-то снимал ролик у них есть один единственный плюс это единственный самый самый такой вот плюс это то что витые молнии имеют очень плотное плетение и благо через них проходит просто меньше она все равно проходит но это минимализировано почему закрытые молнии всегда в принципе вот эти вот благостойкие молнии на сумках или еще на чем-то они всегда исключительно виты потому что трактор будет протекать гораздо сильнее но сейчас этот ролик не об молниях вот о том что в принципе сейчас я сниму 3 наверно ролика посвященных вот конкретно данной работе по данному тенту один ролик будет общий и вот один будет ролик про тент из пвх ткани а в этом ролике я вам покажу стекла вот смотрите буквально в прошлом году я менял на нем стекла на данном тенте установлены стекла поликристал 05 морозостойки до минус 30 градусов сейчас я работаю с 0 7 стеклом потому что просто 0 5 кончилась под работу было 0 7 нужно какое стекло будет следующий я понятия не имею на что могу сказать то есть вот смотрите вот этот тент за ней не ухаживали вообще ни разу вот люди которые смотрят мои ролики владельцы катеров это порой очень вспоминается старая старая поговорка что у вас слушает доезд вот я в каждом ролике говорю о том что надо ухаживать за стеклами все на это забивают вот а забивать не надо вот и все вот еще раз говорю данный тент но несмотря на то что тент стоял вблизи железной дороги на него садились грязные осадки вот смотрите во первых он не потерял абсолютно свою мягкость он не потерял свою прозрачность то есть стекла сохранились нормально абсолютно адекватно с учетом того что за ними вообще ни разу не ухаживали вот это китайское стекло поликристал тентовый еще раз говорю есть разные китайские стекла не надо путать тентовое стекло поликристал 0 5 морозостойкость минус 30 градусов мягкие стекла я про них неоднократно снимал ролик здесь поскольку вот данный тент он реально он стоял на воде мало того что за ним не ухаживали ни разу более его не мыли ни разу и лодка была на воде с первого дня навигации до последнего дня навигации под солнцем без малейших проблем со стеклом не сделалось ни хрена но у него у не с ним конечно сделалось но это уже по вине владельца то есть делалось что появились тонкие пока еще следы от дуг про эту тему я сейчас сниму ролик потому что это очень важный аспект и на него надо владельцам катеров обязательно обращать внимание потому что это реально очень важный аспект как защитить тент от воздействия в первую очередь алюминиевых звуков на этом катере стоят алюминиевые дуги и след я сейчас вот когда молнии перешел след уже увидел то есть он уже вот грязный пока белесый на ледолет в будущем этот белесый налет если владелец так будет ну сейчас я не буду этот тент его мыть у меня нет не было такой задачи то есть отмывать его там и делать все это задача владельца у меня конкретная работа была заменить молнии что я и сделал видел клубок молний вот вид их который я убрал с этого тента заменил его на десятки трактора вот так что такие такая ситуация это к вопросу о том что хорошее ли стекло поликристал потому что периодично меня спрашивают а что это за стекло а как это стекло еще раз говорю на это стекло на рынке на самом деле уже десятилетия то есть это тентовое стекло которое предназначено непосредственно для пошива ходовых тентов вот и я ну принципиально отличается от стекол которые пас предназначены для пошива манса там завес каких-то либо еще чего-то другого во первых она видела вот спустя она мягкая она конечно отличается чуть-чуть вот сейчас возьму меня зато для сравнения вот 0 7 стекло свежих вот 0 7 стекло но вот данное стекло вы смотрите то есть она все абсолютно прозрачность его если помыть она будет вот такой же чисто прозрачность вот и все но это как еще раз говорю это задача владельца это ко мне не имеет ни малейшего отношения в данном случае вот то есть когда мне заказывают привести там порядок полностью я его ну конечно привожу а так все вот собственно говоря это то что я хотел показать как работает еще раз говорю как работает сохраняется стекло поликристал если за ним ухаживать она будет вообще хорошо служить а так вот на воде никаких проблем вот на воде причем даже не поменяла не мягкость ничего то есть вот как вот как она по мягкости было изначально когда его отставил так она и осталась все подписывайтесь на канал сейчас я сниму еще пачку роликов как они будут выходить фит его знает у меня там на канале много чего залито все буду выкладывать по мере как его называется знаю по мере то есть беру вероятно выложу все в конечном итоге они уже залито на канале но еще не опубликованы там публикации запланированы по моему на несколько дней еще вперед потому что материала последнее время снималась много так что вот все спасибо за внимание ухаживайте своими ходовыми тентами а так вопросы прием заказов на ремонт тента в первую голову через почту почта 1 серже 23 собака моего . вы пишите обязательно отвечу до свидания